Представитель Александрович Паснова, это мой самый близкий коллега. Здесь, ну, может быть, вы видели наш лечебник, засов Паснов, общая астрофизика, он еще, по-моему, в гриотеке есть. В общем-то, ведущий специалист в области высоких энергий, астрономических источников высоких энергий, конечно. Я думаю, что у вас будет много вопросов и тема. Тема, которая очень слабо раскрыта и в популярной литературе, и на популярных лекциях, но, однако, она может вызвать очень живой интерес ребят, школьников, поскольку речь идет именно о элементарных частицах высокой энергии, о высокоэнергетичных электромагнитных волнах. То есть о том, что в физике известно хорошо, а хоть в астрономии это известно достаточно узкому кругу людей. А это действительно интересно. Звездные планетные системы все равно, я говорю, как в области ты являешься специалистом. Это будет отражено, но основное внимание, конечно, будет уделено той теме, которая указана. Просто я хочу прорекланировать еще как-то специалистов в этой области. Я эту лекцию специально читал, готовил год назад, когда было первое такое мероприятие по повышению квалификации учителей. И, ну, конечно, я ее менял сейчас со мной, но она является, это такая лекция, которая посвящена теме образования звезд и планетных систем. Почему это ваш вопрос? Он у нас курс о стратегии. И, ну, естественно, это, как говорится, наше непосредственное окружение. И, как мы сейчас увидим, главное, что в этой теме, вот с точки зрения физики, важно, это понятие эволюционной устойчивости. Значит, это, я постараюсь вам объяснить, потому что это, без этого, это, собственно, самая главная вещь, из-за которой вообще любые ситуации у Вселенной превращаются в какие-то эволюционно-связанные объектами. Поэтому это был такой центральный момент с точки зрения физики. Ну, и, конечно, образование звезд и планетных систем, оно всегда сопровождается демонстрацией очень красивой картин. Почему? Потому что очень богатые проявления межзвездного газа и межзвездные газополевой среды, из которой образуются звездные планеты, они всячески не может много картинчиками найти, потому что они выглядят очень причудливо и разнообразно. Это, так сказать, подобно-то луга, облака неповторимую форму имеет. Так и вот межзвездная среда, она настолько разная и симпатичная, что, особенно, когда вы ее снимаете в трех фильтрах, а потом эти три фильтры смешиваете, с финими, зеленой, их разнообразно, и получаются очень яркие картинки. И студенты спрашивают, неужели это все так и видно? Ответ такой, что, конечно, все не так и видно. Если вы посмотрите на эту область в глазах, то, конечно, эти цвета, полученные искусственно, в том смысле, что они в трех разных линиях сняты. Вот и все. Так что, ну, тем не менее, они, с точки зрения, конечно, научной ценности, я скорее представляю такой, научные ценности, это спектры, да, это такое детальное исследование, мы оставляем их за бортом, нет права в нашем рассказе, потому что это все, ну, как сказать, это уже те детали, те инструменты, с помощью которых уже профессионалы изучают состояние межзвездной среды, какая там температура, какая там плотность, какое там реализационное состояние, химический состав и так далее. Вот. Ну, начнем. Значит, ну, вам уже, наверное, известно, и я всегда это подчеркиваю, что вот барионная составляющая, это же очень малая часть Вселенной, это там несколько процентов от всего, как все, 3-4% от всей водности Вселенного вещества, которые исполняют ее. Поэтому, как сказать, мы живем, но оно, чем важно, потому что оно, в нем, возможно, десертативные процессы, то есть, вообще, обычные барионы, атомы, которые собираются там, с которыми стататом, молеблии и так далее, они в процессе своих столкновений могут нагреваться, иметь высокую температуру, они могут ионизовываться, возникают свободные частицы, возникают фотоны, и вот все, что мы видим, светящиеся во Вселенной, Весь свет, который мы видим, это, как или иначе, либо очень горячие барионы, которые собраны уже в звездах, и фотоны, так сказать, непосредственно рождаются в результате, они с ними выходят, постепенно просадиваются из нервы звезды перед интернетной реакцией синтеза, или же это фотоны, которые отражаются, нагревают газ, они ионизуют беззвездную среду, или вот темные вот эти газопылевые прожилки, в которых эти фотоны просто поглощаются и перезлучаются, нагревают пылинки, пылинки поглощают фотоны, нагреваются до электротемпературы, твердые частички, и перезлучают уже в инфракрасовый диапазон. Но все равно это электромагнитное излучение, и мы будем говорить сейчас только об электромагнитном излучении, видим и в ЭК-диапазоне, поскольку оно для нас вот в этой теме не более важно. Все-таки образование звезд в планетной системе, это относится к части холодной межзвездной среды. Ну вот поэтому начнем мы, так сказать, с холодной межзвездной среды. Ну книжки, вот это у нас кое-что изложено в нашем учебнике с Антоном Владимировичем, потом вот довольно прилично, на таком хорошем уровне, вот в сборнике, который Владимир Георгиевич сегодня редактировал, в «Островной веке-21» можно об этом почитать, на таком приличном современном уровне. Ну и те, кто уже интересуется деталями, это можно найти различные селекции, их множество, много на английском языке, уже такие специализированные. Я вот в качестве примера привел. Вот, итак, холодная межзвездная среда. Холодная, в буквальном химисе, холодная, которая имеет, ну, холодную температуру. Значит, почему нам нужна холодная межзвездная среда, мы сейчас увидим из условия возникновения вот этой гравитационной неустойчивости. Именно она, увидим, что именно в холодной, в звездной среде, в холодном газе, в молекулярной составляющей, в полевой составляющей происходит вот сгущение эти гравитационные, которые превращаются в звездную планетную систему. Ну, стандартная картинка Млечного Пути, которую, может быть, многие из вас, так сказать, мы так кратко видели в видимом диапазоне, вот эти самые темные области, понимаете, это уже есть поглощающая материя, в которой звезды расположены дальше, за ней, так сказать, в видимом излучении поглощения, и она в оптике видна вот так, в проживке. Понятно, что в другом диапазоне спектра она прозрачна, но именно о ней мы будем говорить, много или мало в нашей галактике. Значит, в нашей галактике межзвездная звезда, так сказать, если его... она... сам газ межзвездный, это всего лишь, ну, может быть, процентов 10 от массы, вот, берутого вещества Вселенной. Ну, не Вселенной, а нашей галактике. Значит, будем говорить пока о нашей конкретной галактике. Ну, большая часть, естественно, водород, 75% примерно, значит, дальше примерно 24% в дереве, и меньше 1% и все остальное. И вот это самое все остальное, оно для нас очень важно, а именно вот это все остальное, что в полотном состоянии, что в виде пылинок, оно будет играть вот почему роль на всем протяжении нашего рассказа, на всем протяжении формирования, начальной стадии формирования звезды. Потом, когда температура начинает расти, естественно, сначала пылинки отрушаются, потом отрушаются молекулы на атом, потом и атомы ионизуются, и уже очень горячие объекты образуются в торгозе. Потом, как с акцентом, на один из демоидной реакции синтеза зажжется то, что мы называем звезда, главной последовательностью. И вот здесь, как сказать, все состояния демоидной среды перечислены на этой картиночке. Вот, посмотрите, все-таки это очень важно, понимать, что в разных совершенно состояний мы видим газ. Мы видим реализованный газ с огромными температурами, уже в реальном мире, там порядка 10 миллионов, там 10 миллионов градусов, который проявляется в геновском диапазоне. Тепный газ ионизованный, который мы видим в оптике, радиоизлучение, мы видим газ, поскольку ионизованный, есть свободные частицы заряженные, есть электромагнитное излучение. Если там армейная дорога, знаменитая линия 21 сантиметр, его температура уже мала, уже, так сказать, достаточно прохладная. В межзлезной области, в межзлезной среде он очень важен, там, с точки зрения изучения структуры галактики, потому что это линия очень хорошо наблюдается, по ней колоссальную информацию получаем в межзлезной среде и обвижениях этого газа. И, наконец, вот то, что нас интересует, холодный, мегаперальный газ. Температуры, обратите внимание, от самых низких, которые ниже, чем реликтовое излучение, уже представить трудно, если только вы возьмете очень специально область, задают такой вопрос, а можно сделать температуру, даже школьники, можно сделать температуру вот в этом газе межзвездном, близко к нулю, Кеппин. А для того, что, ну, в принципе, вот, смотрите, все пронесено фотонами, реликтового фона, его температура около 3 градусов. Если у вас достаточно долго объемчик находится, в равновесии уже становится с этим, с этими фотонами они там поглощаются, получается, что, в принципе, казалось бы, вот 3 градуса и ниже охладить нельзя было. И вот есть сейчас указание на то, что, в принципе, что, может быть, если эта область радиопатически расширяется, она непрозрачная, ну, естественно, у нас радиопатическое расширение, температура газа, можно сделать чуть-чуть поменьше. Но это, скорее, эзотики. А вот в случае общего положения, что все-таки из-за того, что много реликтовых фотонов и фотонов электромагнитного излучения, от звезд, галактика, температура в нашу эпоху ниже 5 градусов так и не наблюдается. Поэтому пишут, что 5 к примерным градусам. Ну, так, 100 градусов, Кеппин. При больших температурах, ну, что получается? При больших температурах у вас начинают бываться наибулярные связи, там, кристаллия электрон-боль, это энергия связи молекулы, как вы знаете, поэтому чуть-чуть уже столкновение в какой температуре начинают взрывать молекулы, образуются атомарные составляющие. Вот. Ну, мы увидим, что именно для нас важна, повторяю, последняя, последняя вот эта строчка. Как она наблюдается? В основном по молекулам. Молекулы чем хороши, тем, что у нее много степеней свободы. Есть вращательные, колебательные степени свободы, и много уровней возбужденных возникает, которые, с которыми они создаются один на другой перестрахивают, ну, и при этом изучаются по принципу партной механики фатурны соответствующие. И они обычно лежат в радиодиапазоне и в далеком радиодиапазоне. Вот. Ну, это знаменитая картинка Нассовская Млечного пути во всем диапазонах. Вот мы будем говорить о составляющей очень холодной. Холодная составляющая звездной среды будет проявляться в инфракрасном диапазоне. Инфракрасный диапазон дает нам пыль. Молекулярный водород – это вот наша молекула, о которой мы будем с вами говорить. Ну, и удивительно, что она же видна в гамма-диапазоне. Вот эта межзвездная среда, она отлично... Вот эти карты две очень похожи одна на другую. Почему в гамма-диапазоне, в самом жестком? Потому что, вы знаете, галактика пронизана космическими лучами, космические лучи высоких энергий. Попадая вот в эти молекулярные облака, вот эти заряженные частицы, ультроэнтеристские, взаимодействуют с ядрами, рождают пионы, пионы распадаются, там, пенурии распадаются на два гамма-кванта, и это все прекрасно видно. Значит, вот, это замечательный факт, что гамма в астрономии, она тоже зонтирует вот эту вот холодную составляющую звезды, холодную и плотную. Почему? Потому что вероятность взаимодействовать с ядром, с каким-то, она, естественно, велика там, где будет большая плотность. Поэтому плотность, холодность – это войска, оттуда и туда мы мучили, оттуда и туда мы мучили. И это нам будет немножко важно, что есть космические мучи, вот эти зарядные частицы, которые проникают вглубь самых темных облаков, в которых, конечно, никакие фотоны не проникнут. А вот эти частицы проникают. У них не на столовой подпробеды, даже при высокой плотности, очень велика. Можно восстановить структуру молекулярного газа по данным, скажем, космических холестов, которые мы кайли в азоне. Вот эта карта составлена телескопом Верши, которая летает на облитке в точке два насоса. Прекрасно, это, конечно, уже реконструкция, но видно, что газоболевая составляющая, которая видна в ЭК-диапазоне, она прекрасно отслеживает спиральную структуру нашей галактики. И поэтому мы действительно так, именно и звезды, поэтому мы там сыграем, собственно, в спиральных диаксах сосредоточенных, потому что именно в них происходит звездообразование. То есть индическая связь газа и звезд, она видна, так сказать, просто глазом. Ну а дальше физические процессы, которые связаны, мы и обсуждены. Свою галактику нам трудно, так сказать, залететь и посмотреть только мысленным таким взором, или устанавливая данные наблюдения. А в других галактиках это видно прекрасно. Ну, скажем, скажем, туман с андромейкой, да, посмотрим. И вот видно, вот это, вот эти прожилки пыли, великолепно видны в фактическом диапазоне, который закрывает свет звезд. Или, значит, если мы посмотрим ультрафиолетовый диапазон, то же самое как тут. Вот это та же самая галактика в ультрафиолетовом диапазоне. Что мы увидим? Мы увидим вот эти области звездообразования, области молодых звезд, в которых, значит, отдельные звезды здесь, плотно различимы, но все вот эти вот структуры, вот эти структуры яркие, это области звездообразования, в которых много молодых звезд, и которые эти молодые звезды своим фиолетовым излучением ионизуют окружающий газ. И вот этот ионизованный водород, он прекрасно наблюдается. Вот это карта в фиолетовом диапазоне со скриптой Галикс. Для полиграмматичных углеводородов, там разные геонизованные поясы, в общем-то сложные и длинные органические молекулы, у них много линий. Посмотрите, как четко видна вот эта структура и самые холодные звезды. Это уже не звезды, это уже вот эта карта отражает распределение именно вот этого молекулярного газа, который еще звезды не собраны, потому что в звездах никаких молекул, конечно же, нет. Температуры такие, что только в самых холодных звездах есть линии молекул, но довольно простых молекул. Таких сложных. Сложные вот эти молекулы, они имеют температуру не меньше 100 градусов Кельмена. То есть температура в этой среде. И вот видите, как ее хорошо видно? Структуру ее видно, как она сразу вкручивается, если можно изучать очень точное движение ее. Вот. Ну и давайте, так сказать, тут другие картинки тоже. Вот видите, все эти замечательные полевые прожилки, связанные со спиральной структурой. Это все. Вам сегодня будет рассказывать много сетчинга образования галактик, надо поговорить об взаимодействии галактик. Это важнейшая компонента современной картине мира о том, что взаимодействие галактик, оно способствует вот этому самому образованию звезд, в конечном счете. Вот. Ну, пыль, которая нас интересует, я уже говорил, что это примерно 1% от массы газа. Сам газ от звезд 10%, а еще от этого газа 1% пыли. Вот. Ну, это проявляется в поглощении, мы с вами это видели, вот, и в излучении молекул, которые я тоже уже прокомментировал. Значит, вот у нас такая картинка. Какой размер пылинок? Ну, они самые разнообразные, от нескольких дарей, нескольких пятьдесят дарей микронов, там, они бывают разными по химсоставам, в основном это офиси земли, но есть и железные пылинки, что очень важно с феномагнетиками. Почему? Потому что в магнитном поле галактики вот эти пылинки с содержанием железа, они начинают устраиваться, как стрелочные комплексы, вдоль магнитных слабых линий, и когда фотоны, так сказать, на них рассеиваются, они или, скажем, отражаются от некоторых пылинок, у них сложная такая структура, которая позволяет часть свету отражаться, то возникает, из-за того, что они упорядочены, вот так вот расположены, то есть в свободном немагнитном поле, возникает, излучение света становится поляризованным, и вот поляризация, маленькая степень поляризации света, звезд, которые рассеялись на пыли, она как раз очень важна, она свидетельствует о наличии упорядоченного сложения пыли. Вот в этой связи я небольшое отступление хочу сделать, чтобы вы, может быть, слышали, что пару месяцев назад говорилось об поляризации реликтовых пол, и, наверное, слышали, и масс-медиа было, и много о которых сейчас говорят, вот как раз на южном полюсе люди смотрели, изучали поляризацию реликтового излучения. И вот ответ такой, что вроде бы, вот, по крайней мере, на прошлый день была большая инференция, где все эти люди присутствовали, группа из гармета, а есть сутный план европейского космического агентства, который как раз строит многочастотную карту. Для того, чтобы получить, изучать реликтовое излучение, вам нужно все вот эти галактические источники как-то вычислить, правда ли? И вот они очень хорошо изучают, вот как раз вот они эту пыль вычищают из этих карты. Вот, оказалось, что свойство этой пыли внутри галактики, она дает очень существенный вклад в поляризацию, ибо, видимо, вот те результаты, как мы говорили, они являются артефактом, не артефактом, реальные измерения, но то, что люди там померили, это просто поляризация пыли, а не поляризация реликтового фона, осталось бы нет, и поэтому говорили об открытии ингредиционных вкладов, там реалитетовых, это еще очень преждевременно. Так что это очень такая коварная, сложная среда, и очень сложно изучать, но тем не менее, вот видите, на это сейчас тратится очень большие усилия. Но для нас она важна, вот, отражательный тонус, где просто пылиники там отражают, все это, холодные очень, очень состояние вещества. Ну вот это область звездообразования кусочек туманности Ориона, одна из ближайших, я много раз сегодня не буду обращаться, одна из ближайших областей звездообразования, гигантское область звездообразования в туманности Ориона. Вот, ну и здесь мы видим уже много чего, кроме пыли. Значит, вот эти темные прожилки, это пыль, поскольку это, вот это в красном цвете, это линия Ашальфа, это уже линия Ашальфа, это оборот, и для того, чтобы получать линия Ашальфа, там уже должна быть достаточно высокая температура. Я что хочу сказать, я хочу подчеркнуть, что все на самом деле, все очень перемешано. Пыль, холодная пыль перемешана с более горячим газом, там уже есть молодые звезды, которые являются поставщиком какого-то электроизвучения, там могут присоединить какие-то уже формы водителей звезд выбросы нового газа. То есть на самом деле, вот это, хотя говорить о том, что у нас есть там, как всегда, какая-то пыль, полевое облако, оно всегда содержит в себе какие-то более сложные структуры. И вот в малых масштабах эти структуры можно рассматривать, ну как бы изолированную. Дальше мы это увидим. Но на самом деле, все взаимосвязано и рассмотрение вот этой среды является крайне сложным. Вот. Ну вот, пример холодного, такого вот отдельного, уже небольшого облака с размером несколько парсек. Что мы видим? Это оптическая картинка. Что она индустрирует? Во-первых, она индустрирует, вот посмотрите, свет звезд за буквально, как вот, если дым какой-то идет, и вы видите, что солнце красное становится, ну и там закаты красные. По той же самой причине, видите, больше всего поглощаются сначала синие лучи, а красные проходят. И вот постепенно, постепенно, вот звезды, как говорится, гаснут. Их не видно, а здесь уж совсем ничего в оптике не видно, оно для нас полностью нехрозрачное. Вот. А вот здесь вот, уже в этой области родились молодые звезды, которые начинают эту пыль потихонечку испарять. Испарять, и таким образом она здесь, вот видите, посветляется. Значит, вот область холодной пыли, где начинается звездное базовое. Ну и они самые причудливые там очертания имеют, вот этот эффект покраснения, очень хорошо вот в этих структурах здесь наблюдается. Вот эта картинка в области нашего личного пути. посмотрите, какое количество звезд, все просто усыпано звездами, да. Это, конечно, очень... Сейчас, понимаете, сейчас мы видим разрешающую способность то высока, что мы практически можем как-нибудь бездюлить в галактике. Это удивительно. И вот спутник ГАИ, который сейчас летает в европейского космического агентства, он был подключен в конце прошлого года, точку лаграна G2, из-за него туда, вот он призван проверить несколько миллиардов положений звезд. Можете себе представить? Вот та наука астрометрия, которая, ну, как в какой-то момент времени казалась уже такой, ну, конечной в чем-то. На самом деле сейчас появляются возможности очень точно изучать положение звезд и движение звезд на небе, то есть возвращаться к такой классической, что ли, астрономии, но другими совершенно способами. И это удивительная вещь. Почему? Потому что померят по параллаксу, могут померить расстояние до звезд. И таким образом появится возможность впервые практически существенную часть звезд галактики получить их положение, их скорость. И это огромная наука для галактических астрономий. Это вот сейчас все на наших глазах. На наших глазах. на наших глазах. Ну, эту картинку я уже... Ну, это другой пример. Такого даже не могло угодно. Я здесь все прокомментирую. Там есть вот такая знаменитая картина «Туман Эстериона», да, которую я уже показывал, но там есть вот эта газопылевая структура, которая называется «Конская голова». Настолько это небесные красоты впечатляют, что вот люди начинают рисовать разного рода ассоциирование здесь в качестве примера картинки. Вот. И вот это та же самая туманность. Значит, это оптика. В оптике мы не видели ничего. Были не прозрачны. Теперь посмотрим на ту же самую картинку. Посмотрим с космического телескопа, который изучает излучение этой пыли в линии этих моряков. Что мы видим? Смотрите, какую структуру потрясающую. Значит, вот эта самая «Конская голова». И вот видна ее структура. Видны вот эти клубы вот этой пыли, да, буквально потрясающе. Все из космоса. Чудрец, атмосферный космический космический очень мало. и поэтому это все космический. И великолепное угловое разрешение, и все это живет. И все равно, смотрите, даже в этих лучах мы видим совершенно темные области, совершенно оптические, прозрачные. И вот в них как раз происходит самое интересное. вот знаменитые. Они были плотные, совсем плотные, уже компактные образования. Они были известны давно. они получили название глобу глубоко. Глобу это туманность, туманность глубоко. Глобу очень плотные, компактные области. сейчас мы поговорим о плотностях и физических характеристиках у нас. И вот в них, видите, они плавают в этой, на самом деле, висят в этой звездной среде, более горячей. Вы спросите, почему она их никуда-то не сдавит, или, наоборот, не расширится. Почему они устойчивы достаточно? Дело в том, что условием устойчивости является отсутствие гардиерного давления. У них высокая плотность, но низкая температура. А здесь низкая плотность, но высокая температура. И поэтому давление – это произведение плотностей температуры. Законный телевизор. Поэтому давление на этой границе одинаковое. И они, видите, живут спокойно. И подобно тому как глоба намерены. Вот. Ну вот, пожалуйста, теперь заглянем в одну из таких глобул, но уже в Спицеровский телескоп, он уже в инфракрасном диапазоне. В оптике ничего не видно. Темная область. Смотрим сюда, здесь есть ярчайший объект ВК диапазона. Это уже молодая звезда, которую мы просто не видим, потому что фотоны не имеют возможности оттуда выйти. На свободного пробега фотоны в такой белевой среде, много меньше размеров. Эту область всегда кажется темной. А ВК диапазоне мы спокойно смотрим внутрь и видим, что там рождаются вот они, молодые, довольно яркие, между прочим, звезды. И светимость превышает, может быть, в сотни раз, может превышать солнечные дни. ВК диапазоне Ну и вот сифертогения. Вот массы этих облаков они располагаются в диапазоне от одной примерно на десятой до сотни масс Солнца. А плотности они уже достигают очень больших значений. Средняя плотность межзвездной среды это примерно одна частица в кубическом сантиметре, ну или 10-24 г. А здесь плотность вот здесь в миллион раз больше, уже в миллион раз больше. То есть это очень плотное образование. Плотное образование чисточек. Но дальше мы увидим, что если вот кто-то спросит а какие самые плотные в этой области еще газы наблюдаются, ответ такой, что самые плотные области еще порядка на 4 имеют плотности больше. Это, так называем, мазовая компенсация протопланетная система и так далее, это уже зародыш но еще газообразные. Но их плотность 10 десятков. На 4 порядка больше, чем средняя плотность таких облаков. Вот. Ну и вот, пожалуйста. В миллиметровом диапазоне, видите, это с земли это наблюдать можно. Видна пыль. Пыль создаёт непрерывное излучение. Просто пылинки нагреты до некоторой температуры, и мы видим вот излучение практически планковское в качестве спектра излучение пыли, его излучать должен быть в этом диапазоне. Вот линия, смотрите какая, С18О в молекулах, сложная очень молекула. Это вот молекулярные составляющие, это в линии, как видно. То же самое облако. Это одно и то же облако. Это вот молекула М2H+. Вот такая молекула. Вот в этих линиях мы видим, так сказать, видна чётко совершенно концентрация газа и пыли. Повторяю, газ и пыль перемешаны. Значит, газ и пыль, они все располагаются на увеличении плотности. Значит, здесь идёт как раз и постепенно начинается образование. И вот дальше мы увидим, что вот значит именно ну нельзя думать, что вот там вот это всё начинает аксфелически симметрично коллапсировать. Мы видим, сейчас всё это разбивается на отдельные сгустки, на отдельный компонент, на отдельный фрагмент. Начинается основная фрагментация. Вот. Ну вот. Значит, итак, вот эти молекулярные облака, из которых рождаются звёзды, их обычно, ну вот, они могут быть самыми, самых разных размеров. Вот смотрите, самые большие, это гигантские молекулярные облака, их масса достигает сотен тысяч солнечных. И они в каком-то смысле являются самыми массивными гравитационно связанными объектами в нашей галактике. Ну, кроме, может быть, центральных, там, черных дыр, если, так сказать, их оставим за скобками, то это самые массивные. Звёзды таких масс не бывают, а вот эти молекулярные облака имеют такую массу, и они, что важно, они гравитационно связаны. Это значит, что их полная энергия, гравитационная плюс потенциальная гравитационная плюс кинетическое энергией движения газов, метроволекул, и пыли, меньше нуля. Они уже гравитационно связаны с системой. для нас существенно, что они подразбиты на, вот, они разбиваются, в свою очередь, на отдельные облака с массой раз в десять поменьше, потом у них выделяются глобулы, и масса уже, обратите внимание, уже там десятки солнечных, и в ветре глобулы, а плотность здесь вот возрастает. Видите? плотность растет, все более к меньшим структурам, такая иерархия. Средняя плотность порядка 100 частиц на кубических сантилетрах, а в ядре глобулы она уже достигает, как я рассказал, десять четвертой, даже десять шестой может. Вот. Ну а температуру, видите, вот десять градусов всего, пятнадцать градусов, как сегодня на улице, у нас первые цельсии, вот. А размер уже одна десятая парсека. А это вообще гигантские облота размером десятки парсек, десятки парсек. В огромном области могут быть уже галлюционно связаны вот эти облота. Вот. И вот мы, собственно, подошли после такого введения пространного относительно то, из чего рождаются звезды, из каких компонентов звезды-светы, вот к этому ключевому моменту о физике. Что же происходит с точки зрения физики? вот этих блоков. Значит, этот вопрос был рассмотрен уже больше ста лет назад, в 1902 году джинсом, и поэтому эта неустойчивость грандицовой, она называется джинсовской неустойчивостью. Значит, я помню, как... Ну, вообще говоря, идея же очень простая, и вот она как бы была и сна даже не Ютаном. Вот смотрите, если у нас есть однородная гравитирующая следа плотность урон, мы температуру Т, ну, пусть пока температура холодная. Если температура холодная, то совершенно очевидно, что вот эти пылинки, значит, если они однородные, то любое малое размущение какой-то плотности, там где-то плотнее, так сказать, не создадим, по какой-то причине, не важно, по какой-то, они же будут начать, они начнут притягивать сюда вот эти самые другие пылинки, и вот любое малое размущение в среде температуры, изогревающиеся в нулю, оно должно, так сказать, просто привести к ауну. Это даже Ньютон понимал, но он понимал, что нельзя устроить вот однородную самую растянущую среду, она непременно должна разбиться на какие-то сгустки. Вот. Значит, то, что Ньютон не знал, он написал энердинамику для этого, и поэтому, это задача не решила вообще. Конечно, он все-таки прекрасно понимал. И, в каком-то смысле, как нам говорил, я помню, на лекциях, Борис Семенович, он говорил так, что коллекционная неустойчивость это очень просто, это так же, как капитализм. Богатая становится подача, обеда и днея, в том области, где у вас уже плотность больше, они стремятся еще под ней стать, а область, которая развернута, еще подразвернута, становится все как в жизни. Вот. Значит, и вот как это все происходит. Ну вот, знаете, мне тут простая очень формула, давайте я сейчас поясню, потому что это важный вопрос. Теперь, пусть у нас температура не равна нулю. Если температура не равна нулю, в такой среде, вот, что мы делаем? Вот, и у нас есть некая плотность среднего роста. Теперь мы берем, давайте посмотрим, как функцию времени. вот, если все стационарно, ну, эта вот вещь вот неустойчива, она неустойчива в том смысле, в котором, сейчас мы увидим, в котором вот шарик, который находится на вершинке коровки, он, в инновационном потенциале, он куда-то хочет свалиться, и в том смысле, в каком, вот эта, так сказать, указка, поставлена на угол, она, конечно, может поставить сколько-то, но в малой ситуации, ее, видите, выводит из состояния равновесия. Почему? Значит, создадим небольшую плотность, дельта-ро, тро, безразмерная величина, которая показывает отличие плотности от света. Значит, вот чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, неважно, и посмотрим, как это дело будет развиваться. Значит, если у нас есть температура, неравная 0, то эта уже среда характеризуется параметами РОТ, ну и там, ну и там, для водорода, ну и равные единицы, естественно, не правильно. И что тогда? И тогда, если мы создадим некое возмущение, то оно побежит со скоростью звука, ну правда нет? Значит, что такое скорость звука, адиабатическая скорость звука, это что иное, так вот. ЦС – это Орень квадратный с гаммой поедали на РОТ. Где гамма – показатель диабанта для идеального там, однокомного газа с гаммой в 5.3. Значит, смотрите, что происходит. Значит, среда обладает грубостью, вот такая среда с температурой. Как только я в ней поставил звук, я что-то говорю, у меня там есть связь, и там начинает перебаться, и пошла вот эта волна, которая доходит до ваших душей, значит, идет вот эта продольная волна. Возмущение распространяется со скоростью звука в виде таких, в виде таких, так сказать, областей с более повышенной плотностью, с менее повышенной плотностью. и все хорошо. Ничего скажете, ну и замечательно, вот мы на этой аудитории что-то там говорим, звук распространяется, и ничего с ней происходит. Значит, возмущения распространяются со скоростью, малого возмущения, со скоростью звука. Ну, вы скажете, что вы сможете сделать и большое возмущение, скажем, если поршень начать двигать, или самолет разгоняется на сверхзвуковой звук. Скорость у вас возникает ударная волна, да, у вас еще и ударная волна может пойти. Но мы говорим о малых возмущениях, это дельтеров-но. Много меньше единицы, и они бегут посреди со скоростью звука. Они бегут посреди вот со скоростью звука. Вот эта вот волна пошла. Ну, подводит. Непоперечная, как электромагнитная, подводит эта волна. Теперь прибавим ревитацию. Значит, прибавим ревитацию в такую среду. Как только мы убиваем ревитацию в такую среду, у нас возникает интересная возможность. Какая? Те области, которые созданы вот в этом возмущении, которые создались, которые распространяются до скорости звука, они начинают чувствовать соседние частицы. Не правда ли? Соседние частицы вот в области большей плотности, значит, у вас есть термоинвертизационный потенциал, у вас вот такие потенциальные ямки ведут. Понимаете, да? Вот. И в эти потенциальные ямки начинают сваливаться соседние частицы. Вопрос во времена. То есть физически абсолютно разные характеристики. Бежит вот эта череда потенциальных ямок, в которых хотят другие частицы попасть. Но характерное время для того, что, значит, характерное время у нас в этой задаче является некая длина волны. Так? Которая со скоростью . Значит, в каком-то смысле это размер лямда, ну, по порядку значимы, это вот размер потенциальных ямок. Спрашивается, когда мы прибавим гравитацию, значит, надо смотреть следующую задачу. Задача такая. Что быстрее? Вот эта волна пройдет, вот у вас есть некая область размером характерным r, и вот я опускаю по ней, я изображаю синусори, опускаю по ней вот эту звуковую волну. Ну, естественно, длинные волны могут быть разные. Они могут быть короткие, а могут быть длинные. Разные для них могут. И вот в них начинает, в эти потенциальные ямки, начинает вот в этой вымке натекать вещество. Значит, что же быстрее? Надо сравнить во времени. Характерное время порядка r на, ну давайте писать, лянга, деленное на скорость звука, это время, за которое проходит наша звуковая волна, и трампли. И второе время, это время так называемое время свободного падения, это время, которое характеризует, как быстро натекают частицы вот в эту потенциальную ямку. Это время это просто единица на корень из g на r, где g традиционно постоянное. Ну, эта формула очень простая, она получается, это знаете что, это как третий закон Кеплера. Помните, у нас 4 фи квадрат на b квадрат равняется gm gm да, на а куб. Вот смотрите, m на а куб имеет размер фактически плотность, и отсюда вы сразу видите, что характерное время объединится на коренье червов. Так что никакой мистики нет, есть некие коэффициенты числовые, но они для нас сейчас не важны. Ну и что? Ну а дальше все просто. А дальше все просто. Смотрите, если это время окажется больше этого времени, это означает, что у вас звуковая волна прошла, и частицы не успели вот в эти сгущения, так сказать, собраться. И все, и звук, и возмущения остались звуками. Значит, у вас вот такое возмущение с такой длинной волны не растет. Но, если это время окажется меньше, чем время свободного падения, то за время прохождения области лямба у вас возмущение начнет нарастать. А раз оно начнет нарастать, то оно еще сильнее начнет притягивать. И эта ситуация явно не уходчивая. Поэтому картина такая. Значит, если мы вернемся первоначально к нашему графику, значит, будем записывать вот это дебит рог-фрог как функцию времени, как функцию времени. И вот мы стартуем с какого-то среднего значения этой плотности и создаем возмущение. И вот в зависимости от длины волны возмущения у вас могут быть две ситуации. Либо это возмущение вот я создал, либо оно как-то начнет исцелировать и останется в руковой волной, либо же для того, чтобы возник мы неустойчивы нам надо, чтобы длина волны была больше некоторых. Нам надо, чтобы вот это вот время оказалось достаточно большим, чтобы успели туда частицы и длины волны у нас вот это возмущение начнет расти вот так как экспонициально значит закон будет такой дельта рог-рог будет пропорциональен e в степени некоторых коэффициент t. То есть это буквально строфическое сжатие начнется. Вот. Ну и критерий очень простой это просто-напросто надо делать скорость звука критической длины волны конечно же все это делается на языке уравнений это все очень простая задача но ответ очень простой надо умножить скорость звука для того чтобы найти вот эту увеличенную длину волны которая разделяет нам вот эти два случая устойчивого возмущения звука от этой аудитории и неустойчивого надо перемножить значит критическая длина волны это что? скорость звука умноженная на время свободного падения также какой-то коэффициент порядка π это не важно значит это будет величина корень из ρ а время свободного потери единицы на ну и дальше вспоминая что у нас есть p а p равняется пыль вот этой газы вполне идеальной так сказать могут рассматриваться газами значит ρ здесь одно сокращается значит и поэтому эта штука получается корень квадратный из гамма rt делить на мю g ρ ну эта штука профессионально корень из ρ итак если длина волны больше джинсов то будет вот эта самая неустойчивость а если меньше итак если лямбра больше лямбра джинсов значит экспоненциальная рост неустойчивости а если меньше длина волны обмущения значит все устойчиво то есть эта ситуация соответствует шарику вот такому а эта ситуация соответствует шарику вот такому который устойчиво находится в такой ямбре это устойчивая ситуация это неустойчивая ситуация вот собственно это ключевой и главный момент поэтому я их покрасил некоторое время чтобы его подробно объяснить если дети интересуются им тоже надо это как-то рассказывать а ну и вот видите корень из треток и что мы мгновенно видим чем меньше плотность тем больше длинноволны это означает нам надо длинные такие возмущения брать со сопоставимой с размером системы может быть и тогда это ну они не растут это все длинные волны у вас будут устойчивые все возмущения в такой низкоплотностной среде будут устойчивы а если мы плотность увеличиваем то эта длинноволны естественно уменьшается и тогда там легче сделать такую неустойчивость и с температурой смотрите какая ситуация чем горячее среда тем хуже тем легче так сказать там тем умнее создать длинционную неустойчивость и чем ниже температура тем неустойчивость создать легче значит вот и ответ почему в холодных и плотных областях определенной среды начинается просто вот эта неустойчивость это общий случай иногда вы встретите понятие джинской массы не что иное это просто произведение плотности на куб длинной волны грамм сантилета на объем дает вам ну вот расчеты показывают что минимальное так сказать вот с самого начала что мы понимали когда про планеты сейчас мы будем говорить дальше мы увидим что в планетах в планетных системах там джинсовская неустойчивость то есть планеты образуются не из-за того что начинаешь вот так в планетном диске коллапсировать только очень массивные планеты могут образоваться таким вот образом из-за этого неустойчивость а вот всякая там Земля и так далее Луна Марс такие интересные для жизни планеты они образуются совсем по-другому они образуются путем прогуляции частиц и парень и так далее совсем скажем так но вот в мире звезд до семи сотых примерно 7 тысячных масс Солнца примерно такой вот это так будет ну вот в числах в числах давайте нормируем на характерную температуру десять кельминов а плотность здесь нормируем на десять частиц в кубическом сантиметре вот видите один парсех один парсех гигантский размер значит поставьте здесь 300 кельминов а плотность поставьте сколько там десять девятнадцатые да у нас частиц число в этой аудитории вы увидите что все равно даже если поставить десять девятнадцатый шестнадцать восемь порядков уйдет здесь порядок еще от температуры этой аудитории значит получится на девять порядков меньше температура здесь повыше ставить порядок сюда вот сюда значит здесь на семь порядков чем парсех один парсех это три на десять восемнадцатый сантиметра на семь порядков примерно три на десять в одиннадцатый то есть для этой аудитории вот для конференциала для ИШ джинсовской длина волны она порядка ну пол радиуса солнца ну очевидно что таких низких я не могу таким таким вас то есть никакой революционной неустойчивости в логическом среде здесь у нас нет просто очевидно да другость газа слишком наверняка потому что большая очень все это возможно только видите в таких космических условиях вся эта штука работает в космических условиях для Земли это не важно вот ну и сразу же что мы будем называть звездами ну звездами оно так сказать это понятие условное на самом деле рождается вот как мы видели на предыдущем слайде массы безусловно среди области или звезды до нескольких десятков масс Юпитера но на самом деле где-то до 8 вот есть это число очень точное 8 сотых масс солнца это предел очень хорошо известен значит вот это вот это в этом диабазоне у нас не совсем звезды рождаются почему потому что это так называемые коричневые карлики от 13 где-то массы но это число условно здесь не горит водород в ходе сжатия дальнейшего не загораются но загораются детели которые в звездной среде присутствуют в очень малых количествах но тем не менее ядерные реакции какие-то а начиная от меньших масс там уже никаких вообще ядерных реакций просто по физике дело оказывается не может поэтому так сказать планетами мы называем объекты с массами меньше десятка и пяти а в этом диапазоне коричневые карлики от восьми сотых и выше это уже звезды потому что они попадают в ходе сжатия на главную последовательность то есть там возникают плотности температуры достаточной для протекания термоядерных реакций это важное преимущество вот ну и если мы обратимся к стандартной диаграмме Гершпин и Ресси то как это как значит значит что про осян здесь выгорит температура как всегда температура эффективно растет в этом направлении с правым на лево вот так принято традиционно светимость растет здесь главная последовательность звезд вот звезды различных вас изображены и вот видно как расчет показывает как подход к этой главной последовательности осуществлять ну сначала почти вертикально по некоторым причинам я расскажу немножко и в конце концов садится на главную последовательность значит сжатие этих облаков оно окончается главной последовательностью звезд где загораются уже реакции и как это происходит и как это происходит значит сначала у нас выделяется образ который развивается инновационная неустойчивость это первая фаза и эта фаза называется фаза протозвезды почему потому что нет еще никаких ядерных реакций холодная звезда сжимается это самокредитирующий газовый шар на который постоянно идет падение акреции вещества из этого окружающего звездного омна это протозвезда за счет чего повышается температура ну просто за счет того что потенциалы становятся глубже и глубже и у вас в соответствии с все материалом все это статически у вас температура начинает вырастать часть энергии которая выделяется идет разная дальше идет контракционная фаза но нет никакого термоэминного горения это вот это вот облако сначала прозрачно а потом все плотнее и меньше радиус более высокую температуру на какой-то момент тревог является как у солнца фотосфера то есть поверхность видимо поверхность которая исходит вот эти фотоны от горячего нагретого газа но термоэмин реакции нет источником энергии является профессионной энергией сжатия вот и вот первая фаза она прозрачная для фотонов и поэтому охлаждаются еще фотоны они же ведь что раз уж он вышел то он унес с собой энергию поэтому они являются главным охладителем вот этой так сказать сжимающейся среды собственно это и позволяет ей сжиматься правильно энергия распределяется часть энергии идет на нагрет а часть энергии уносится по столу поэтому звезда так потихонечку сжимается вот температура и плотность ее растут постепенно при температурах центральных уже где-то около миллиона градусов возникает возможность термоэльных реакций с участием дитерия и вот важнейшая вещь которая объясняет почему звезды садятся таким вот вертикальным диаграммом Держкингрейсова она заключается вот нарисуем диаграмму Держкингрейсова схематически вот у вас здесь значит здесь лаборитт светимости а здесь эффективная температура удачи эффективные значит и вот главная последовательность и вот звезды они все начинают вот туда идут и все эти облака по таким вертикальным трекам они никогда не могут иметь температуру ниже чем примерно 2500 ниже ниже не бывает когда у них образовалась фотосфера то это граница хаяши это японец который в 60-х годах это все культурно посчитал значит все звезды вот сюда идут потом в зависимости от массы пути расходятся самые массивные там сюда садятся а чем массивнее звезда тем вот они автоматически так садятся почему вот здесь есть вертикальный трек почему здесь есть эта граница хаяша а физика очень красивая и простая смотрите у вас в центре идет энергоподеление в этом газовом шаре и сначала вся энергия переносится в фотоны у вас есть просто претент температуры и есть просто диффузия таких фотонов которые достаточно чтобы переносить энергоподеление и позволять его поджиматься дальше но в какой-то момент энергия начинает отделяться столько что фотоны уже не справляются с переносом энергии и тогда что неправодность у фотонов перестает работать включается конверсия подобно тому когда утром ставите чайник сначала у вас все тихо спокойно дно греется пока работает теплопроводность все хорошо как только дно нагревается достаточно сильно теплопроводность исправляется включается конверсия начинает булькать кипеть абсолютно та же физика но только тут жидкость тут идеальный газ и солнце то же самое а солнце так вот все звезды комплективные прототеплер все что ну они уже начинают с дитерий но не водород водород это главная последователь здесь только дитерий только дитерий если дитерий не закрывается мы с вами сказали это коричневекардики значит там уже коричневекардиков уже существенную роль начинают играть флорусские поправки по сравнению состояния то что называется то есть плотность такие температуры низкие что там уже эффекты там нельзя идеальный газ просматривать то есть там уже взаимодействие между частицами нельзя напрягать это уже не идеальный газ там другая мы сейчас говорим о звездах то есть звезды напоминаю это больше чем 0,08 масс вот это нижняя граница почему 0,08 это именно нижняя граница на которой может гореть водород так вот включается конвекция что происходит когда включается конвекция тепла столь много что у вас эти конвективные движения выносят адиапатически тепло наружу и так сказать радиус звезды резко возрастает когда солнце исчерпается запасы ядерной энергии начнется его источник он настолько мощный что сразу же возникает конвекция и радиус звезды быстро возрастает и потом если это солнце то оно потом все равно сюда придет в углу в углу в углу в углу вот ну и эта температура тоже имеет очень важное значение около 3000 это связано с тем что водород реализуется по такой температуре такая хорошая физика ну вот радус увеличивается этой звезды конвективный с точки зрения классификации уже когда звезда подходит вот сюда в планах последовательно носят особое название где звезды наблюдаются есть класс интересных звезд молодых т7ца очень яркие инфракрасные источники ну вот на этой стадии сжатие уже практически не может происходить если раньше оно практически свободно падало на фотонном носили энергию то здесь уже для фотонов этой звезды все непрозрачно значит здесь сжатие резко замедляется радиус в линии равных радиус вот так располагается вы видите что здесь практически радиус не очень сильно меняется вот на этой стадии радиус слабо меняется и просто радиоматически сжимается вот температуры возрастают до начала взмаяния на горение это уже так сказать все вечер прошел путевку во взрослых жим значит детство закончилось жгем водород жгем больше всего это самая длительная стадия эволюции звезды это стадия главной последовательности вот это самая длительная стадия эволюции все вот это довольно быстро это миллион сотни тысяч миллион и лет а потом дальше может миллиард лет жечь водород так что это самое поэтому из звезд главной последовательности очень много мы их хорошо видим да ну вот собственно так существенную часть повторяем это вот причина начала этого а дальше уже много разных деталей вот все это очень детально можно расписывать прописывать но я не думаю что нам нужно этим заниматься потому что это уже такое дело основные физические моменты я попытался вам так сказать изложить вы можете меня в любой момент прервать что-нибудь спросить а почему когда горит водород звезда равновесна а когда горит рейтерия она жена потому что потому что на самом деле когда горит водород она ну характерные времена в общем дело у вас характерное время сжатия сравнимо с характерным временем горения поэтому она еще не совсем динамически устойчиво она продолжает сжиматься по инерции не по инерции ну если хотите по инерции гравитация ведь она всегда хочет нас как говорится сжать а ей противостоит градиент давления в обычной звезде так вот в обычны звезде термоциональные реакции идут настолько медленно из за того что там нейтриты участвуют в слабом взаимодействии поэтому реакции очень медленно на сузледовках oikeа из за того что масонах cognitive в базу на воздельuka я слышал фундамент. вот из за слабых взаимодействий реакции очень медленно термоциональное горение йетери выгорござ jump быстро йетери выгорать doit быстро потому-что там нет реакции слабое взаимодействие. Понимаете? Вам не надо на уровне протон в нейтрон превращать. В то время, когда он горит, равновесие устанавливается? Оно не успевает. Не успевает. У вас все эти дороги производные по времени, еще нельзя выбрасывать, потому что звезда при этом еще сжимается спокойно. Не успевает. Ответ. Светлана Александровича, пока не ушли этот слайд вообще не поняла. А? Вообще не поняла, как конвективное адиабатическое расширение вдруг сменилось к адиабатическим сжатиям. Не-не-не, еще раз. Вот радиус звезды, она начинается где-то вот с низкости на этой диаграмме, с низких температур и вот вот как прографировано, где-то здесь температура туда растет. Значит, оно вот отсюда, на этой диаграмме, оно увеличило свой радиус и соответственно светимость вот на контрационной скале. А вот уже здесь, когда адиабатическое сжатие, оно прошло, вот здесь вот развелась конвекция, вот так вот облако вот отсюда, вот сюда идет, вот так дальше там у меня будет такая картинка. Конвекция у нас где? Конвекция вот здесь. Вот здесь вот свободное падение сжатия, здесь конвекция и уже адиабатическое практически сжатие с понижением. Видите, температура. Почему температура? Почему светимость падает? Да потому что светимость, смотрите, это все очень просто, L это 4R квадрат, сигма больше нести, это эффективная в четырнадцатый. Ну, знаете, такую форму, наверное. Поскольку температура почти не меняется в конвекциях на звезде, а радиус уменьшается, смотрите, как быстро падает сжатия, как квадрат радиуса. Поэтому звезда, собственно, кружится сюда, на диаграмму, я что-то убираюсь, светлый, опускается. Приятно посмотреть вот эти молодые звезды. Вот они как, вот тут этот трек здесь не написан, не нарисован, а вот дальше вот они вот идут, садятся, как на эту диаграмму, и вот мы видим вот эти молодые звезды, вот они буквально здесь чудесным образом и находятся, и все это очень хорошо видно. Вот эти молодые звезды, которые уже почти сели на главную последовательность. Вот они подсаживались, смеялись, и забираются на дорогу. Вот. Ну и, конечно же, все это прекрасно, поскольку все это отражено пылью, то это вот эти протозвезды, особенно, вы знаете, стали, они очень яркие, посмотрите на них светильные, достигают, если здесь Солнце, то есть светимости там на несколько порядков выше светильных. Солнце это очень яркие, инфракрасные источники, мы их, я вам показывал, в ядрах вот этих темных, поликулярных блоков. Ну вот, фотоны перехватываются окружающей пылью, она пересключает свет, в этом яркий и К-источник, в оптике их не имеет. Вот. Ну и что? Эти фотоны начинают быстро разрушать этот облак. Вот картинки мы с вами эти замечательные можем еще раз посмотреть. Значит, вот происходит падение, образование звезд, и эти молодые звезды начинают испарять эту пыль, образуя самые причудливые очертания, недо, недо, так сказать, вот, пожалуйста, область звездообразования, посмотрите, как детально видна, как выедает, как выедается газопрямое облако вокруг полностью звездообразования. Видите, как на картине Эль Грэйка получается, очень живописно. Вот. Небольшой поток яркий, звезд разных масс рождаются, очень редко рождаются массивные звезды, и очень часто рождаются маломассивные звезды. Так вот устроена физика этого дела. И вот эти яркие звезды, ответственные как раз массивные, они в основном дают поток это фиолетовое излучение, которое быстренько начинает испарять окружающую среду. И что в конце? В конце образуются скопления звезд. Почему? Потому что звезды не рождаются поодиночке. Они всегда рождаются вот в этих комплексах. Почему? Потому что вот когда начинается вот этот процесс рационной неустойчивости, полгода дробится на отдельный фрагмент. Оно фрагментируется на части. И вот я сейчас вам покажу, как это происходит. Ну вот еще картинка. Это все. многочисленные. Сейчас я покажу некую анимацию очень известную, в которой происходит сейчас все это все выбросим, выбросим. А, прежде чем показывать анимацию, я вам должен сказать все это, детали пропустим. Есть несколько эффектов, которые препятствуют вот дополнительно к той фисик, которую я вам сказал про рационную неустойчивость и писал вот эти формулы. там есть еще некоторые факторы, которые надо иметь в виду. Первый фактор это эффекты магнитного поля. Что у вас происходит? Если у вас значит, в преждевизме есть магнитное поле, мы это знаем поведение синтро-тронного излучения электронных релатилистов галактики, популяризация звездного света, я думаю, что мы говорим. Ну вот. И из-за того, что у вас есть эти космические лучи, у вас всегда есть какие-то свободные заряженные частицы, даже в молекулярных облаках. И поэтому магнитное поле, а магнитное поле обладает тем свойством, что оно вморожено в, так сказать, проводящую среду. Значит, вы начинаете его сжимать, и поток сжимающейся поверхности его сохраняется, грубо говоря. И поэтому, когда вы начинаете гравитация начинает сжимать, она начинает сжимать вот эти силовые линии. А силовые линии, они как бы обладают некой дулостью, которая препятствует к этому держать. То есть, в принципе, вы можете такое сильное магнитное поле наложить, которое вообще остановит, которое не позволит в звезде сжиматься. Но если оно ниже некоторого предела, то оно затрудняет, но тем не менее разрешает это сжатие. Что это приводит к чему? У вас меняется вот эта джинсовская масса. Она возрастает пропорционально к мятиполю. То есть, чем больше поле, тем больше джинсовская масса, тем больше, так сказать, массы вещества вы должны создать это возмущение, чтобы они начали сжиматься. Вот это все равно мешает. А второй важнейший факт, это вращение. Потому что у вас нет не вращающихся блоков. Всегда есть момент импульса какой-то. А момент импульса приводит к тому, что у вас, так сказать, при сжатии равенство унижается, а момент импульса всегда отводить очень трудно. Значит, это большая проблема, как бы отвести. Если считать, что момент импульса, а это момент замерзающим частотопостоянием, то у вас энергия вращения растет быстрее, чем энергия вращатель. Это означает, что для любой начальной конфигурации при достаточно комфортной области вы ведете к ситуации, когда у вас скорость вращения на эквадре вашего шара сравняется с первой космической скоростью. Ну и все, и дальше частицы уже нельзя сжать и просто улетать обратно, если это холодно. Вот. Поэтому вращение это важнейший эффект, который просто останавливается сжать и тут ничего уж не поделать. Ну вот. И вот этот круговорот нашего как-то круговорот газа и звезд, он здесь химологически изображен в Галактике. Итак, смотрите, что получается у нас. Значит, газ сначала с... Вот начнем с молекулярных облаков. Молекулярные облака сжимаются, в них происходит изобразование молодых звездных скоплений, затем эти молодые звездные скопления испаряют часть газа, потом газ выбрасывается в ходе вволюции звезд, опять в звездную среду, дальше он начинает под действием различных факторов, которые выставляются изобразования в Галактиках, сжиматься опять галлюционно связанные газовые комплексы, но уже вот этот круг второй, он уже в общем состав немножко другой, если мы начали скажем с чистого водородного геля, то здесь уже на втором круге у вас появятся элементы продукции эволюции звезд, там альфа элементы это в первую очередь лирод, кислород, значит гелон, кремль, плюс если там были сверхновые первого типа, то у вас появится довольно много железа, в общем-то здесь звездная среда начнет обогащаться химическими элементами, так что вот, ну солнце оно уже на этом круговороте не первый раз, поэтому на солнце есть всяко-то пиццами деревьев, много раз этот газ, из которого собралось солнце, он уже побывал до этого в других звездах. Вот, ну вот, и вот я сейчас опять верну, прежде чем показать внимацию, вернусь вот к этой картинке, значит, что мы сейчас увидим с вами, вот у вас есть схема, как все происходит, вот у вас есть некое облако, в котором есть, даже если нет какого-то момента импульса вначале, но он появится из-за динамического взаимодействия выделившихся там от равен локально. Полный момент импульса будет равен нулю, но локально у нас будет образовываться там, все это будет очень сложно двигаться, такая динамика начнется. Вот, оно начнет развиваться на отдельные клочки, оно не может сквалансировать целиком, оно начнет фрагментировать, дальше появятся сложные движения в этом облаке, и отдельные клочки будут создавать звезды, вокруг них остатки строительных материалов или протопланетных систем, ну, в конце концов, протопланетных систем, это общая понятная схема. И вот давайте посмотрим. Это вот знаменитая анимация довольно старая, но она правильно отражается и дело. Давайте, что мы увидим сейчас? Вот облако берется 50 масс солнца начальному. Вот его радиус, джинсовская масса при тех условиях, которые берутся, одна масса солнца. То есть возмущение с массой одной массы солнца могут образовываться вот эти традиционно связанные структуры. Ну, казалось бы, поделить 50 на 1, получится должно где-то 50 звезд образовалось. Ну, так, грубо, да? Наивно. Но, что мы увидим в результате? Образовалось не 50 звезд, а 23. Коричневых карликов с массой меньше 0,08 образовалось 27. То есть это те объекты, которые не пойдут, которые несят последовательности. И полная масса вот этих товарищей, вот этих объектов, которые образовались, всего 6 масс Солнца. То есть эффективность средства образования, даже в простейшем расчете, без всякого магнитного поля, всего лишь 10%. А на самом деле она может еще меньше быть из-за магнитного поля. Понимаете, да? Итак, не вся вот эта масса, не надо думать, что вся эта масса газ перейдет в звезды, а только 10% в лучшем случае, а на самом деле меньше. Ну вот, сейчас тут так, значит, здесь будет время в годах, а градации цвета показывают вам градацию плотности. Чем светлее, тем более плотно, чем краснее, тем... вот берется однородное облако и компьютер начинает считать. Время пошло. Посмотрите, как она начинает форминировать сначала на отдельные сгустки какие-то. И довольно сложно вот эти филаменты, они начинают как-то двигаться, потому что гравитация работает. Вот. Смотрите, прошло сколько там? 170 тысяч лет. Через 170 тысяч лет вот такая структура вот этой туманности. Теперь сделаем зум такой сюда и увидим, что там повернули. Видите, она трехмертная структура. Ну и более-менее в центре, хотя, конечно, никакой сиферической симметрии нету. Вот посмотрим, как вот закручивается газ, потому что является локальным динамическим взаимодействием в локальный момент импульса. И вот образуются какие-то компактные вот эти образования. Динамически они разбрасываются, раскидываются как-то. газ где-то подтягивается. Вот здесь максимальная плотность, поэтому, видите, газ продолжает визикательную туманность максимальной плотности. А потом эти звезды динамически выбрасываются. вот. Ну и сейчас будет уже... А время всего посмотрите, 240 тысяч лет всего прошло. Вот какое дело. И наконец самая центральная вот эта область еще немножко подождем и увидим, как уже совсем звездообразование закончится. Почему оно закончится? Не потому, что газа будет мало, газа будет много. Но уже все, он будет такой разреженный, что и новые объекты из него не будут образовываться. И вот посмотрите, через 270 тысяч лет мы увидели вот такую картину. Вот эти 50 звезд, из которых на самом деле звезд, которые станут звездами, всего 23, 23, в них всего 5 массонцев, а 45 массонцев осталось в виде вот этого газа. И вот получили такую картинку. Ну и вот смотрите, что в реальности. Вот в реальности эти скопления, видимо, молодые звездные скопления, окруженный газ, на который он на самом деле есть везде, часть пыли она видна, какой-то газ стал прозрачным для оптического излучения, поэтому вот так все и происходит. Ну вот, да, и вот эти знаменитые картинки, где у нас недоиспаренные вот эти области, их множество вы можете найти, мы должны понимать, что эти владые звезды, вот они начинают это все дело передавать очень причин порой в добавную форму. И вот, если у меня осталось еще несколько минут, я совсем кратко вам расскажу про про планет энергетические, почему? Потому что у вас будет лекция, где будут рассказаны об исследовании планет и Луны у нас уже непосредственно в нашей Солнечной системе. Очень кратко я вам скажу это, но на самом деле эта тема невероятно сложная. Почему она сложная? потому что если мы с вами тихо на доске писали уравнение деревьев Коперона, которые все школьники понимают, тут уже все сложнее. Почему? Потому что включаются кулоновские взаимодействия, я уже вам подчетку, надо уже смотреть не только гравитацию и идеальный газ, а надо уже смотреть, как эти частицы между собой слипаются, физика очень усложняется. Поэтому это вся сложная проблема совершенно до конца не решенная. Ну вот, ну вот, так сказать, вот в этих уже молодых звездах, вокруг этих молодых звезд образовались, остались какие-то диски, как я вам говорил в этой схеме. Ну и если мы посмотрим на нашу планету, так сказать, на нашу планетную систему, то мы увидим, что на самом деле какие-то важные факты, которые известны из курса природоведения, они долгое время думалось, что именно они такого типа существуют, то они такие же и будут. То есть все планеты в одной плоскости более-менее, значит, планеты земной группы ближе к светилу, планеты ганды дальше, но все оказалось не так, в экзопланетах видимость совершенно разная, то есть в планетах в органах звезд самые разнообразные факторы, самые разнообразные встречаются параметры планет, и чаще всего встречаются экзопланеты, просто по методу их открытия с гаячьим и массивным образованием масс-масс витера которые находятся очень близко от звезды расстояния буквально расстояния неравь не были даже, то есть это совершенно непонятно было как это образуется, но это ясно теперь, что это очень сложная динамическая система, которая важнейшую роль играет в собесном взаимодействии между планетами, вот это протопланетами и окружающими вот этим облаком земным облаком до конца этого вопроса далеко не решены. Но я хочу сказать, что в каком-то смысле наша планетная система, она исключительно до сих пор остается. Но, в принципе, это все идет еще в акции Фимонуэла Канта, 1755 год, что идея, что все это образуется из единого облака, она, в общем-то, прекрасно глобально подтверждается. Ну и вот это, так сказать, то, что называется общая схема. Мы нашли протопланетному диску, газовый диск звезды, почему-то, потому что есть монетный интерс. Дальше все уже развивается внутри этого протопланетного диска, вся эта картина. Причем существенным является то, что окружающее вещество тоже, на самом деле, играет роль. Оно продолжает падать на эту систему, на молодую. И тут взаимодействие падающего вещества и протопланетного диска. Если в нем есть какое-то монетное поле, то там возникают интересные эффекты, связанные с выбросами вещества из протопланетного диска. Значит, вот то, что я нарисовал на доске. Вот, начали сжать и перешли на эту стадию, потом вот сюда пошло. Дальше требует на яркие силы на главную последовательность. Это что касается самой звезды. А вот протопланетный диск, он уже есть на стадии... Ну, он уже появляется, он может появиться еще на стадии, когда эта звезда... Протозвезда, вот эта конвективная, довольно яркая. В нем уже сформирован протопланетный диск. И строительство планет, оно предполагается, что где-то оно в этом диапазоне вокруг молодых звезд участвует. Почему здесь? Потому что важно, чтобы уже не было лишнего, чтобы уже ничего не падало на протопланетный диск, и все процессы развиваются в нем. Только центральная звезда оказывает влияние на ближайшие планеты, на доли гильдов, так называемые. Ну вот, я опущу эту картинку. Впрочем, можно и быстренько ее прокрутить. К месту рождения звездки здесь. Вот М16. Значит, вот эту картинку мы видели, эту туманность. Значит, сюда. Изменит это встал в Хаутском телескопе. Давай еще вниз. Еще сюда. Здесь уже, видите, отдельные пикселы. Это разрешение Хаутского телескопа на десятую угловую секунду. И это примерно размер Солнечной системы. Что мы там видим? Вот мы видим вот этот протопланетный диск, видимость ребра вокруг. А звезда закрыта после протопланетного диска. И таких вот картин очень много. Ну, вероятность того, что мы видим протопланетный диск, довольно высока. И вот посмотрите. Видите, как они видны. Характерный размер сотни астрономических единиц. То есть это размер Солнечной системы. Вот они видны. С ребра повторяю. Теперь вот этот важный эффект, который не у всех есть, но часто возникает. Он связан с тем, что из этих протопланетных дисков, например, такие выбросы джеты, которые летят там со сверхзуповой скоростью, образуют ударные волны в межзвездной среде. Это очень интересная физика, связанная с тем, что раз у вас есть вот этот момент импульса, и если есть еще магнитная фолиум, то магнитное георгинамик просто образует у вас вот такие вот выбросы в направлении шеппендикулярного орбитального роскости. Процессы, как это происходит, они до конца еще не уходят. А? А вот видите, прямо из центра протопланетного лоха. Вот здесь звезда. То есть там же звезда происходит? Да. Здесь звезда, он против звезда, но вот здесь она, где-то тут. А здесь вот протопланетные диски, вот видите, вот здесь часто наблюдаются такие выбросы. Ну, не всегда, но и часто. Вот. Ну вот, значит, схема, кто здесь находится, вот эта классическая схема образования планет, которые, так сказать, думали, что образуются и в нашей Солнечной системе. Вот смотрите, молодая звезда здесь, да? Вот здесь, так сказать, протопланетный диск. И вот на где-то вот несколько астрономических единиц, вот ключи, ключевая граница, так называемая линия льдов, там, где вода не может существовать, где уже вода связывается в лёд. Значит, ледяные планеты в Солнечной системе, где-то за Ньютон, там, и так далее. То есть, то, что вы видите, то они все вот тут не складываются. Вот. А здесь ещё и неиспарённая пыль, здесь уже вещество в газообразном состоянии, и начинается вот эта картина образования планет. Но! Картина образования этих планет, я повторяю, столь сложна, что вот эта вот такая простая схема, в которой должно было бы, так сказать, все гиганты планеты должны бы находиться где-то здесь, Люди Ленинда, Людай Ленинда, она оказалась слишком упрощённой. Но это вот такие детали, о которых можно говорить, целую лекцию прочесть, про то, как это всё дело образовалось. И эволюция не было. Температура у нас не ноль. Джерсовская неустойчивость к гравитации. Гравитация откуда? Это, скажем, галактические чёрные дыры, и тогда всё пошло. Нет, нет, нет. Гравитация, всё понятно, всё понятно. Гравитация не возникает всегда, когда у вас есть какое-либо любое вещество. Вот, понимаете, да? Источником гравитации является вещество. Вот, обычное вещество. Но также ещё и энергия, плотность энергии. Электромагнитное излучение, оно тоже есть источник гравитации. Другое дело, что оно... То есть, облака создаёт гравитацию для самого себя? Конечно, конечно. Это называется самогравитация. Ясно. Это первое. Теперь второе. Значит, поляризация межзвёздной пыли. Мы как её вычищаем? Например, у нас поляризация звезды и поляризация пыли. Мы вычищаем поляризацию вот там по структуре галактической... Вот у нас зеленые силовые линии, они... Хороший вопрос. Я понял ваш вопрос. Я понял ваш вопрос. Значит, короткий ответ такой. Звёзды, сами звёзды, свет самих звёзд не поляризован. Ну, не всегда. Есть и диск, например. Почти всегда. Значит, большая часть звёзд... То есть, любая несимметрия, это будет поляризация. Конечно, конечно. Нет, нет. Вещь в этом том, что... Вот когда... Ваш вопрос далеко не употребляет. Почему? Потому что вы спрашиваете, как вычистить поляризацию вот галактическую, скажем, если мы хотим изучать поляризацию космическую. Вот для того, чтобы это сделать, вам нужно наблюдать на разных частотах. Ещё раз. Не на одной частоте, а на многих. Чем больше частот вы наблюдаете, вот в миссии Планка наблюдает, как кажется, в шести или в семи частотах диапазона. И вот по тому, как ведёт себя спектр поляризации на разных частотах, мы постепенно вычищаем эти компоненты от звёзд, от пыли, понимаете? И стараетесь очистить до того, чтобы увидеть что-то там такое примордиальное, то есть первичное. Значит, короткий ответ на ваш вопрос состоит в том, что надо наблюдать на разных частотах, и тогда удаётся разделить источники поляризации, в том числе и от пылинок. А картину, вот ту, которую я вам говорил, когда пылинки... Даже лучше смотреть не пылинки, а смотреть просто синхронные излучения электрических электронов. У них очень высокая степень поляризации, до 70%. Её легко видно. И они строго видно, как магнитное поле отслеживают спиральную структуру галактик. В основном это делается не по пыли, а по синхронному излучению. Вопрос еще, пожалуйста. Характерное время горения дитерии? Характерное время горения дитерии – это, ну, очень, на сто тысяч лет. Пожалуйста. Вопрос. Ваш вопрос. Ну, конечно, пропорциональную массу топлива, которое у вас там есть. Чем больше массы, тем выше температура, тем быстрее он сгорает. Ровно так же, как и водород. Но он сгорает очень быстро, потому что дитерий, когда горит, горение дитерии, оно не требует преодоления там, какого-то колоннского барьера. Это просто перестройка два дитерии. Пожалуйста. В поводу джета. А с какой периодичностью наблюдается джет? Периодичность в каком смысле? Время. Нет, ну вот то, что мы… Вы хотите спросить… Как долго? Нет, ну я думаю, что процентов 30 вот таких вот систем ведет джет. Если вы спрашиваете, какая доля протопланетных дисков ведет джет, ну процентов 30, довольно много. И это не ведет к испарению материи? Идет. Это не испарение, а выброс материи вот в этом направлении. Вот эти джеты, они как раз выбрасывают вещество вот в этом направлении. Но все равно вот то вещество, которое отсюда вытекает, оно много меньше массы, чем вот масса под планетами диска. Это раз. Во-вторых, эта стадия, она тоже кратковременная. То есть какую-то часть времени работает. Потом он джет прекращается. Может быть, он и Солнечная система только, когда она была ладой. Через этот джет можно довольно много вынести там моменты идутся из внутренних частей в планету диска. Ну, повторяю, что это вопрос. Я хочу заметить, что Виктор Мазаскович Морцемян в конце своей активной жизни все-таки увидел то, что весь джет появляется, и он увидел в этом аргумент в пользу своей так называемой бюроканской концепции рождения звезд и сверху плотных тел, когда там все взрывно выбрасывается и рождаются звезды. Но вот ради диски вокруг вращающихся звезд – это, в принципе, невозможно. То есть схема, которую он отставил. И он где-то в глубине души это все-таки понимал. И мне лично он сказал, что, конечно, пройдет время. Кажется, что моя теория неправильная, и нынешняя теория неправильная. Найдется кто-то третий, который все-таки добьет эту проблему и поймет, как образуется звезд. – Это не случайно в нашей Солнечной системе газовые планеты на окраине? – Нет, я же говорил, что… Это не случайно совершенно. Они действительно образуются где-то вот здесь, там, где у вас на расстоянии уже нескольких эстономических единиц. Совершенно исключаемые. Почему? Потому что здесь, что называется, слишком горячо для них образовываться. Они не должны тут образовываться во внутренних частях гейстов. Но они образуются все-таки за счет еще гравитационной неустойчивости. То есть они массивные. Почему? Потому что здесь создаются условия. Здесь достаточно холодно. И плотность велика. И тогда здесь может работать гравитация. И зародыши, и любители Сатурна, скорее всего, были диземальные. Они образовывались из-за джинсовской неустойчивости. Ну, начало. А потом уже на них пошла аккреция вещества и так далее. А вот эти планеты совсем по-другому образуются. Они образуются уже из пылинов, которые просто слипаются. Образуются такие планеты зималии, которые тоже потом подключаются к гравитации, начинают натягивать вещество. Но здесь нет вот той джинсовской неустойчивости вот здесь, о которой я вам рассказывал. А здесь она возможна. А вот последний слайд. Это, по-моему, снимок в плоскости планетного диска? Да, это Тхановский телескоп, реальный. Фотография реальная. Реальная такая. Да, да, да. А вот белая, это тогда получается еще в смысле газ? Это просто подсвечивается газ. Свет звезды выходит по малой осени. Да, свет звезды выходит сюда, здесь рассеялись. Такая реальная.